Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. Мы не только толкуем Священное Писание, но также отвечаем и на ваши различные вопросы. Вот многие нас спрашивают в отношении участи, посмертной участи души и даже не то, чтобы участи, а вот что чувствует, что испытывает душа, в частности, на третий, девятый, сороковой дни после смерти. Ведь не зря же у нас в церковном уставе есть такие поминания на третий день, на сороковой, на девятый и еще на годовщину. Каждый год в день кончины человека, мы тоже молимся о его упокоении. И раз вот есть эти дни, то, значит, это как-то связано с почившей душой. Вот что она испытывает? Конечно, действительно, раз это установлено, то это имеет огромное значение. Но что испытывает душа, могли бы нам рассказать те, кто вернулись оттуда. И напрасно говорят, что оттуда вообще никто не возвращался. Возвращаются, но возвращались все-таки те, которые умирали ненадолго. То, что нас сейчас называют опытом клинической смерти. И нам, священникам, приходят такие люди, ну, не только исповедуются, они вот просто даже рассказывают про себя, рассказывают то, что с ними было. И, как правило, что человек испытывает? Прежде всего, он, для него это как такое удивление. Он удивляется, видя себя, свое тело со стороны, оказывается, сознание продолжает в нем существовать. Сознание не привязано к его мозгу, да, к его телесному естеству. Напротив, бывает так, что вот когда мы телесно болеем, то у нас наш ум не действует так ясно. Когда человек испытывает какие-то телесные повреждения головного мозга, да, в нем что-то заблокируется, у него головные боли и так далее, а вот он выходит из тела, и все это прекращается, да, перестает блокироваться его сознание, и он ясным умом уже осознает самого себя, но видит свое тело, лежащее рядом, и очень удивляется этому. Он удивляется, видя свое тело, испытывает легкость, но потом он испытывает огромное огорчение, огорчение из-за чего? Из-за того, что как он провел до этого свою жизнь, на что он ее потратил, и можно было бы посвятить намного более чистому, доброму, светлому. И вот я вспоминаю некоторые такие случаи клинической смерти. Вот одна женщина, она вообще была артисткой, выступала на сцене, Ольга, и, ну, поначалу даже как бы она вот так вот выцерковлялась, но все шло достаточно трудно, и вот она вышла там вот замуж, и они родили, кстати, с мужем четверых детей, и когда рожали, она рожала четвертого, то во время родов у нее произошло вот кровоизлияние внутри, там какие-то лопнули сосуды, так что врачи поначалу это не отследили, и вот у нее родился ребенок, ей показали ребенка, и тут же раз она отключается, и после этого вдруг видит, как со стороны уже свое тело, оказалось, что у нее действительно вот это кровоизлияние привело к смерти, и при этом с двух сторон, ну, как бы мы сказали, сейчас вот ангелы ее поддерживали, да, и потом она вот видела то, что часто об этом говорят, да, что вот кто-то пересказывает, как некий туннель, в конце которого свет, вот она тоже видела этот свет, светонос, но это не просто свет, а это именно, понимаете, вот кто-то воспринимает как свет, потому что этот свет ослепительный, и фактически она видела, увидела Христа, от которого исходила удивительная любовь, неизреченное сияние, и было настолько вот хорошо, она, конечно, очень близко не смогла приблизиться к нему, было настолько хорошо, что земное, оно отходило куда-то совершенно вот в сторону, переставало интересовать, и она прекрасно понимала, что о ее муже, о ее детях будет Божья забота, и они не будут оставлены, то есть хотелось даже остаться там, но после этого ей была показана вся ее жизнь в том мире, время, оно совершенно иное, ну, можно ли вообще говорить о времени, вот в привычном для нас смысле, когда мы говорим о иных категориях, и вот перед ней была прокручена вся ее жизнь, и от этого стало страшно, то есть от того, что тебе показано, это просто вот ужас какой-то, на что мы потратим свою жизнь, как мы расточаем себя, на что мы тратим наши мысли, наши чувства, то есть мы превращаем в полный кошмар свою собственную жизнь, вот как драгоценный дар Божий, это то же самое, как дать человеку, допустим, чистую тетрадь, а он всю ее исчеркает, да, понаставит клякс, нарисует там что-то пошлое, скверное, и потом вот с этой тетрадочкой он идет к Богу, говорит, вот, ты мне дал чистую тетрадь, а вот что я изобразил на ней, но тетрадочка закончилась, все, все листы завершились, и дальше что? То есть вот это вот страшное огорчение, разочарование и скорбь о своей собственной глупости, вот что зачастую испытывает человек, но вот что касается Ольги, то после этого ее как раз и вернули в тело, может быть, как раз для того, чтобы она, во-первых, и с другими поделилась, хотя на самом деле она особо и не спешит рассказывать про свой опыт, вот, но прежде всего, чтобы исправила свою жизнь, и вот она действительно уже полностью рассталась со сцены, она стала помогать, ну, в каком смысле церкви помогать стала? Не в материальном, она именно включилась в церковное служение, и там разные воскресные школы, занималась с детьми, и сейчас вот тоже она совершает такое вот свое посильное служение в церкви, и она еще что говорит, что вот поскольку все запечатлевается в нашей душе, да, и когда мы выходим из тела, то вот этот опыт, наработанный наших впечатлений, то, что мы увидели, о чем мы говорили, что мы делаем, все запечатлевается в душе, вот мы с этим выходим, и вот это и начинает нас мучить, наши неисповеданные грехи, да, навык сквернословия, привычка гордиться, привычка завидовать, в общем, все вот эти вот греховные страсти, они и мучают нас, и поэтому вот она говорит, что старается теперь так вот, боится вот что-то лишнее посмотреть, да, какой-то там фильм, сериал, потому что это тоже все заходит, и непонятно, что запечатлеет на твоей собственной душе, вот, но подобные все опыты, это опыт людей, которые вот только-только вот они расстались с телом, и они вернулись, и поэтому они соприкоснулись с чем-то вот небольшим, и у каждого такого человека, у него опыт, он в каком-то смысле свой, индивидуальный, это то же самое, как вроде бы все одинаково приходят в наш земной мир, все рождаются, да, но кто-то рождается недоношенным, у кого-то, наоборот, там, дольше срок, чем положено, кого-то вообще через кесарево сечение, кто как, да, кто-то там двое не рождается, то есть у каждого свой опыт прихода в наш земной мир, у каждого свой опыт земной жизни, и поэтому опыт перехода в вечность, он тоже у каждого свой, индивидуальный, поэтому нельзя здесь составить какого-то шаблона такого прописанного и сказать, ну вот точно вот так вот все ты вот будешь испытывать, потому что когда святые, допустим, расставались с миром земным, то какие им мытарства? Вот мы часто читаем в потеряках, как душа святого отца вот только-только вот она покинут, и другие созерцали подвижник, как душа святого отца, она сразу восходила к небесам, да, то есть царство Божие отворяется, то есть какие там мытарства? Этот подвижник, он еще при жизни победил падших духов, они не смогли ничем прикоснуться к нему, поэтому ему сразу отверзаются врата райского царства, и тут какие-то там вот третий, девятый, сороковой день, это уже вторично, потому что душа его, она сразу пребывает с Богом. И в общем-то главный принцип, о котором говорит нам священное писание, главный принцип, он заключается в следующем. Вот у апостола Павла в послании к римлянам есть у него такие слова «скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое». То есть если ты делаешь злое, то это зло и становится твоим внутренним достоянием, и неважно там третий, девятый, сороковой день, годовщина, но если вот ты сам по сущности своей стал злом, то от этого зла тебе и скорбь, и теснота, и мучение. Напротив, пишет апостол Павел, слава и честь и мир всякому делающему доброе, потому что тот, кто делает доброе, тот, кто с Богом пребывает, вот это и становится содержанием его души, и от этого ему честь и мир и слава, ну слава как причастность к божественной благодати, потому что Божья благодать, она и прославляет человека самым подлинным образом, вот. А почему же тогда третий, девятый, сороковой день, годовщина потом, это для того, чтобы мы не забыли поминать душу почившего. То есть если нам не установить какие-то дни, мы просто вот потеряемся в буднях, займемся своими земными делами и просто, ну забудем про почившего родственника, это нам. Ну и, конечно же, все-таки в самих днях этих тоже нельзя сказать, что это какая-то условность. Третий день почему? И об этом пишут святые отцы, вот святой Макарий Александрийский, вот мы сейчас чуть подробнее скажем о нем. Он и говорит, что третий день, потому что в третий день Господь воскрес. Это главная победа над смертью. И душа христианина, который был со Христом, вот третий день это как такое торжество воскресения. И на третий день отпевание. А отпевание совершается в белых облачениях, кстати. Это не облачение скорби, какие там черные, темные, да. А именно белые как торжество, как совоскресение со Христом. То есть человек, который веровал во Христа, который всю жизнь следовал за Господом, вот он, расставшись со скорбной жизнью, земная жизнь наполнена скорбями, он переходит туда, чтобы быть вместе с воскресшим Господом. И если ты действительно и служил Христу воскресшему, то в третий день ты и возрадуешься вместе со Христом. А девятый день почему? Потому что это в честь девяти ангельских чинов. Если ты вел жизнь добродетельную, то ты уподоблялся уже ангелам. Поэтому в девятый день ты и возрадуешься вместе с ангелами. А сороковой день? Сороковой день – это день вознесения Господа от земли до неба. И Спаситель Васил Одесную Бога Отца, Он прокладывает путь всем людям, всем тем, кто последует за Ним. И поэтому, если душа старалась в земной жизни тоже возвышаться, духовно восходить за Христом, то и в сороковой день она возносится вместе со Спасителем Вознесшимся и приобщается Его к божественной славе. То есть, вот это такой богословский духовный смысл, который наполняет эти дни поминания. Ну, вот можно вспомнить, конечно, все-таки, если еще попытаться приоткрыть эту тайну, рассуждение святого Макария Александрийского, про него мы упомянули. Это один из величайших святых 4 века. Вот там было два Макария. Макарий Египетский, именуемый Великим, и Макарий Александрийский. И вот Макарий Александрийский, у него как раз есть тоже слово на исход души. И он говорит так, вот, то есть, ему было приоткрыто. Но, в принципе, это вот откровение, оно часто тоже повторялось. И, как правило, мы все знакомы вот с этим преданием христианским о том, что до третьего дня душа человека, она еще пребывает вот пока здесь, на земле. То есть, когда душа расстается с телом, то вот это разлучение с телом происходит постепенно. То есть, есть некая еще такая взаимосвязь, потому что человек – это, собственно, ведь гармоничное единство души и тела. Поэтому до определенного момента душа вообще может вернуться в тело, как это бывает, когда вот опыт клинической смерти, или даже бывает во время святых, во время каких-то созерцаний, восхищений, когда душа на время покидает тело, вот как святой Андрей Христо ради юродивы, он созерцал райские обители, как многие другие святые именно, они на время покидали тело ради духовных созерцаний, а потом возвращались. И вот подобное отлучение, оно, возможно, не на длительный какой-то период. И когда человек умирает, то, вот и пишет об этом преподобный Макарий Александрийский, три первых, ну, до третьего дня душа находится еще на земле, но при этом он различает как бы две таких категории, что вот и христиане, собственно, они на кого делятся? Вот, ну, конечно, все мы грешники, да, но бывают грешники не раскаянные, бывают грешники раскаянные, которые каяли в своих грехах, и вот если душа, она слишком привязана к земному, то, выйдя из тела, она и ходит по земным местам, то есть там, к чему она привязалась. То есть она находится рядом со своим телом и очень скорбит, потому что посредством тела удовлетворяла какие-то свои страсти, свои греховные привычки, и, в общем, такая душа, которая не одухотворилась за время земной жизни, она скитается по каким-то земным местам, где она жила, да, где она жила в детстве, допустим. Ну, в принципе, в этом нет ничего плохого, если ты, расставшись с телом, посетил вот эти места. Но Макарий Александрийский, он говорит, что просто вот душа, которая не обрела навык духовного, она остается на уровне вот этого земного, и там она скитается и пребывает возле гроба, в том числе рядом с родными. Души праведные, они, их тянет к святыням, потому что они своим сердцем при жизни и приобщили святыни, то есть для них наиболее дорогим, наиболее ценным был Божий храм, благодать Божия. Вот они причащали святых тайн, они все время стремились к храму, к красоте Господней искали это, и когда расстаются с телом, то они и ищут вот этой красоты Господней, красоты Храма Божия, то есть они посещают святые места, то, что им в духовном смысле наиболее ценно. На третий день происходит некий такой вот рубеж, то есть душа, она уже восхищается из нашего земного мира, и вот тут, конечно, такая тоже вот тайна, что там дальше происходит. Ну, Макарий Александрийский говорит, что как раз вот душа восходит к престолу Божию, ангелы возводят ее для поклонения, а после этого Господь дает этой душе увидеть райские обители, а потом ей дается созерцать адские вот эти мучения. В общем, такая душа, она познает как бы всю картину мира, то есть вот она жила на земле, но есть рай, вот ей дается увидеть рай, а есть ад, ей тоже дается это увидеть, а потом после этого уже принимается такое окончательное решение, то есть ты сам-то больше к чему склонился, по своему сердцу, по своей жизни. Если ты всю жизнь сам клонился к аду, если у тебя в душе и был ад, ты постоянно там пил, блудил, захватывал, если ты все время отнимал, расталкивал локтями других людей на пути к своей выгоде, то сам подумай, куда ты придешь, и рай для тебя оказывается настолько чужим, что ты просто не найдешь там самого себя. И весь твой внутренний мир, все содержание твоей души, оно оказывается тождественным аду. И вот это и утянет тебя в ад, который тебе вот только что и был показан. Что касается дней, то, конечно, у Макария Александрийского там сказано, что вот до девятого дня дается увидеть райские обители, неизреченные блага, а с девятого по сороковой дается увидеть обители ада и их мучения, страдания. А вот сороковой день – это некий такой тоже вот, такой рубеж, и, в общем-то, даже те, кто тоже возвращались, им говорилось, что есть определенная граница, да, непознаваемого для человека, живущего на земле, потому что не все и можно объяснить земному. Вот как объяснить слепому свое путешествие в какую-то другую страну? Вот ты что-то видел, да, какие-то деревья, каких-то там птичек, животных, а как объяснить это слепому, который вообще ничего не видит? Вот только если он прозреет чудесным образом, он сможет это увидеть сам. И вот все мы прозреваем, когда переходим черту нашего земного бытия, когда мы соприкасаемся уже с миром потусторонним, а объяснить это живущим на земле невозможно. Поэтому и сами откровения о потустороннем мире, о том, что ожидает души, в частности вот на третий, девятый, сороковой день, они очень метафоричны. То есть это определенные такие аллегории, которые, ну вот, что-то дают нам понять. То есть, ну вот да, известно, что до третьего дня, у нас на третий день отпевания, душа, она еще может обитать здесь. Вот один знакомый, мы с ним вместе лежали в больнице, Алексей из-под Костромы, он не настолько-то вот человек воцерковленный, с браком, в принципе, они ходили в храм, но у них в основном именно мама была такой воцерковленной, посещала храм, постоянно исповедовалась, причащалась, и потом она умерла. Ну и вот когда пришли они на отпевание, особенно брат его очень сокрушался, огорчался из-за смерти мамы, плакал, ну вот они заходят в храм, и потом брат уже потом ему рассказал, что я, говорит, захожу в храм, и вдруг вижу, что, ну, тело-то оно, понятно, его кладут в гробу, да, посреди храма для отпевания, и я, говорит, вижу, что мама стоит недалеко от иконостаса, а рядом с ней кто-то вот показывает на святые иконы, что-то объясняет ей, и мама повернулась, и она такая радостная улыбается, и увидела меня, пошла ко мне, и тут исчезла. Вот, то есть ему было дано увидеть маму, ну, видимо, ангел-хранитель ей что-то показывал на святых иконах, то есть ангел-хранитель, он не оставляет душу, когда душа расстается с телом, и потом вот брат Алексея, он во время отпевания, он тоже все-таки переживал, у него второе было такое видение, когда он присел, уставший, и вдруг увидел, что мама прям буквально за плечо его трогает, и говорит, ну, не переживай, ты же видишь, что все хорошо, то есть вот мама, она действительно вела очень благочестивую жизнь, исповедовала в своих грехах, причащалась святых тайн, и поэтому само отпевание для нее являлось торжеством и радостью, рядом с ней находился ангел-хранитель. Вот это самое главное, вот то, что было на третий день, да, и такую душу ангелы, они сопровождают и дальше, вечные обители, не только ангел-хранитель, но и другие ангелы. Повторим, что девятый день, это как вот день в честь девяти ангельских чинов, если душа, она старалась молиться ангелам, да, если она сама была, старалась быть с Господом, то и ангелы, как служители Божьи, не оставят эту душу, проведут ее в небесные обители, а на сороковой день она будет вместе со Христом, который на сороковой день вознесся к небесам. Вот, конечно, есть еще учение о мытарствах, и в частности в житии Василия Нового, и вот видение, связанное с его ученицей, святой Феодорой Цареградской, и вот она рассказывает про то, что, в общем, тоже проходит некие препятствия души почивших, и там тоже очень много таинственного, то есть мы не можем это изобразить вот как некую такую схему, которая прилагается, знаете, вот к какому-то там аппарату по использованию его, там схема, да, все-таки небесный мир, духовный мир, это что-то совершенно иное, но нам приоткрыто, что бесы пытаются препятствовать нам, и вот они чинят свои препятствия согласно определенным родам грехов и страстей, и в видениях, вот в этих откровениях блаженной Феодоры, там начинается все со страсти празднословия, это самое первое мытарство, то есть если ты празднословишь, то даже не думай пройти это мытарство, если привык к каким-то глупым шуткам, да, посмеиваться над другими людьми, надсмехаться, то как тебе преодолеть эти мытарства, и дальше там другие, там мытарство лжи, там мытарство гордости, зависти, кстати, мытарство блуда, то, на чем в основном все притыкаются, это далеко не самое первое, там какое-то шестнадцатое мытарство, по-моему, а заканчивается все мытарством немилосердия и жестокости, потому что суд без милости тому, кто не творил милости, вот если ты немилосерден, если ты жесток, то последнее мытарство, оно тебе отсечет от Царства Божия, но суть самих мытарств в чем заключается, что бесы вот в том мире, вот этом на воздушном пути, так скажем, к Царству Божию, они пытаются как бы подтянуть душу тем, что для нее по греховному образу жизни стало родственным, то есть это вот как магнитики, которые подтягивают, вот чем ты сможешь к ним притянуться, если вот ты привык клеветать на других людей, осуждать, это стало твоей второй натурой, и ты никогда не исповедовался в этом и не считал, что это нужно в этом каяться, работать над собой, то тогда бесы тебя и подтянут, потому что они сами и есть клеветники, они сами всех подряд осуждают, и ты окажешься в их логове, вот, а те грехи, которые исповедовались, в которых раскаивается христианин, они стираются, поэтому на мытарствах это все не считывается, ну, там еще бывают такие ситуации, описывалось, что если, допустим, ты, как сказать, вот какие-то грехи совершил, но делал какие-то добрые дела, но, может быть, дела не перевесили, и как бы некое равновесие, то тогда перевешивает милосердие Божие, то есть в конечном итоге все-таки милосердие Божие, оно ищет оправдание души человеческой, потому что человек сотворен для бессмертной жизни. Что касается мытарств, братья и сестры, я единственное дополню еще, что вот чисто рассудочно, рационально трудно указать точные дни, в какие душа проходит эти мытарства, потому что у блаженной Феодоры там получается так, что она вот просто вот рассказывает про прохождение этих мытарств и о том, что после этого ей было, вот она перед престолом Божиим, ей было дано увидеть райские обители, потом видеть тоже обители ада, а после этого она уже вот милостью Божией среди спасенных, среди тех, кто торжествует в вечном Царстве Божием. И она поняла, что вот наступил как раз сороковой день, то есть к сороковому дню все это совершается, но в какой точно последовательности, потому что Макария Александрийского, там у него не упоминается про такие мытарства, а мытарства упоминаются о других святых отцов. То есть во многом этот опыт, он индивидуален. Святые люди, они сразу восходят к небесам, те, которые жили, ну не так, не сяк, вот они проходят эти мытарства, кто-то совершенно по-другому, может быть, ангелы его сразу проведут, и ему будут показаны райские обители, или показаны обители ада, и Господь примет его. Вот, то есть точно по дням расписать все-таки это достаточно трудно, но в любом случае в каждые из этих дней, третий, девятый, сороковой, наша молитва очень и очень важна. Вот, но все вот эти вот мытарства, суть, конечно, не в том, что они там их именно двадцать, да, что вот в такой последовательности, это все может быть очень и очень у каждого индивидуально, суть заключается в том, что если ты себя во время земной жизни не посвящал Христу, не посвящал Богу, если ты растратил себя на разные глупости и на разные гадости, то ты и окажешься там, где царят эти гадости, то есть попадешь просто в ад и будешь вечно мучиться. А если старался работать над собой, каялся в своих грехах и обращался к Богу, то Господь окажет тебе свою милость, вот как говорил об этом преподобный Паисий Святогорец, что вот после смерти ангелы стараются помочь душе, да, но чтобы они помогали душе, надо, чтобы они узнали в этой душе что-то свое. А что является своим для ангелов? Это любовь и смирение. Вот старайся стяжать любовь и смирение, и ты будешь своим для ангелов, и ангелы не оставит тебя после смерти. И вот то, что этот опыт, он очень индивидуален по смертному пути души, он чем еще подтверждается? Вот мне вспоминается такой трагичный случай, когда в Московской Духовной Академии в 1986 году был пожар в ночь уже после воздвижения, праздника воздвижения Креста Господня, то есть с 27 на 28 сентября, и там, когда 50-й корпус загорелся, то погибло в огне 5 студентов. Они находились в комнате в келье, где с внешней стороны окно было заблокировано строительными счетами, потому что шли там разные работы. Так вот, вместе с ними в той же самой комнате находился еще вот студент, который прильнул к окну и потерял сознание, он выжил, потому что щиты потом сняли все-таки, вспомнили про них, а пятеро они пытались выбежать через коридор и погибли в огне. А вот он у окна остался, и его вытащили уже в бессознательном состоянии, и он, кто он? Он сейчас митрополит Павел, наместник Киево-Печерской лавры. И в свое время, когда я вот еще на радио Радонеж трудился редактором, то я у него брал интервью, и он рассказывал, рассказывал про вот эту ночь, пожар. Так вот, когда он был в бессознательном состоянии, и он еще не знал, что там и как, соответственно, он увидел пять своих товарищей, как они в белых одеждах стоят перед входом в Троицкий собор, где преподобный Сергий Радонежский. И вот когда он очнулся, то он сразу сказал, что вот пять товарищей его, они погибли. И потом, ну, видимо, боялись за него, что вот у него стресс такой, его не взяли на отпевание, и он в этот день увидел пять своих товарищей на небе, вот прям буквально, вот увидел, было данное видение, что на небе они. И один из них, его друг, с которым за одной партой сидел, он ему сказал, что вот, ты знаешь, за вот эти страдания Господь нас освободил от прохождения мытарств. И нам было дано вот все вот эти вот 40 дней посещать на земле все храмы. То есть они проходили не мытарство, где вот бесы истязают человека, а они посещали храмы, все храмы на земле. То есть это участь намного более высокая, намного более подходящая, конечно, лучшая для христианина. Так что жизненные скорби, они тоже имеют свой духовный смысл. Это, может быть, спасает нас потом от прохождения мытарств. Если мы сейчас принимаем со смирением вот эти скорби, то Господь через скорби, может быть, спасет от мытарства. А мытарства они почему есть? Потому что есть бесы. Вот бесы нас искушают на земле, пытаясь вернуть в грех. И когда мы расстаемся с телом, еще не попали в Царство Божие, то бесы и там, в воздушном пространстве, пытаются тоже искушать людей, утянуть их за собой в ад. И вот, собственно говоря, вот эти вот мытарства. А ангелы помогают. Но чтобы ангелы рядом были, надо самим вести вот эту чистую жизнь, очищать себя через таинство покаяния. Ну и, конечно же, причащаться святых христовых тайн. А вот такие ключевые дни, как 3, 9, 40, конечно, они очень важны нам для того, чтобы вымаливать души наших родных, потому что не у всех хватает духовных сил, чтобы вести святой образ жизни. И тогда в помощь приходят молитвы родственников, молитвы всех других христиан. Так что будем стараться вымаливать наших родных, наших близких. Но в конечном итоге молиться о почивших никогда не поздно. Если прошло давно, там, 40 дней, как раньше говорили, третины, девятины, сорочины, да, если прошло 40 дней, а ты вообще не знал, что человек перешел в иной мир, все равно молись, и это будет вовремя. Если какой-то, допустим, солдат, да, вот он погиб на войне, и про него никто не знал, но Господь в своем милосердии все равно его не оставит, а вот ты узнал об этом почившем православном воине, ты помолись о нем, и это тоже будет вовремя. То есть, независимо от ней, молитва, молитва как обращение к вечному Богу, Господь, он над временем. Эта молитва, она всегда вовремя. Главное, чтобы такая молитва шла от сердца, вот, а церковь установила вот эти дни к 3-й, 9-й, 40-й, потом годовщина, каждый год в день перехода в вечность, как бы как день рождения для вечности отмечать, для того, чтобы вот упорядочить нашу молитвенную жизнь, для того, чтобы подвигнуть нас особенно усердно, молиться о наших почивших родных, потому что через какое-то время и нам самим тоже потребуются такие молитвы. Дай Господь всем нам стать причастниками Божьего Царства и благополучно именовать всем и тарство, в чем да поможет нам милость Божия. Храни всех Божи, дорогие братья и сестры. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok